Продолжение следует... На позапрошлом заседании РКР я представлял так называемую выжимку из проекта прогрессивного коллективного договора, содержащего основные требования к работодателю. В дальнейшем я верно работал с Михаилом Васильевичем Поповым, консультантом РКР. Она выглядит так. Основное положение проекта работников коллективного договора ГУП Инфрессерис. Увольнение только по согласованию с профсоюзом. Минимальный оклад 100 тысяч рублей. Оклад составляет 80% от заработной платы. Третий пункт. В соответствии со 130-й статьей ТК РФ. Ежеквартальное повышение заработной платы на уровень инфляции плюс 6%. Следующий. Улучшение условий труда в соответствии с санитарными нормами и нормами охраны труда по результатам проверки независимой комиссии под контролем рабочих и профсоюза. Статья 1. Статья 2. Статья 219. 220. 370. ТК РФ. Следующее. Повышение в три раза установленной Трудовым кодексом минимальной оплаты сверхурочных работ, работы в выходные и праздничные дни, ночное время. Регулярное повышение квалификации работников за счет работодателя в рабочее время. Закупку инструментов, материалов, утверждение производственной документации, согласовывать с профсоюзом. Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 40 дней. Статья 41. 115. 120. ТК РФ. Увеличение свободного времени работников путем сокращения рабочего дня до 7 часов, без уменьшения заработной платы. Статья 41. Статья 91. ТК РФ. Согласование с профсоюзом в решении работодателя, затрагивающих интересы работников. Статья 8 ТК РФ. Другие улучшения положения работников, такие как страхование от несчастных случаев, расширенная медицинская страховка, страхование на случай смерти или осложнение от прививок, материальная помощь при выходе на пенсию или по уходу за ребенком и так далее, регулируются приложениями к коллективному договору. После того, как у меня уже была на руках выжимка в таком виде, у меня наступил ступор временный. Я не вполне понимал, как превратить эту так называемую выжимку в полноценный проект прогрессивного коллективного договора, за который можно собирать подписи и выходить на переговоры с работодателем. У меня создалось ложное впечатление, что это возможно сделать только через первичную профсоюзную организацию. Таким образом, я не понимал, как подступиться к этому делу. С чего начать выполнение постановления РКР по 20 марта 2021 года, о выдвижении требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора, составленного работниками. С чего начать? С рабочими нашего Желтого профсоюза или со сбора подписей за проект коллективного договора? Или с того и другого? Если начинать сбор подписей за проект коллективного договора, то как его правильно оформить в соответствии с законом? Так, чтобы у работодателя не было права отказать в переговорах уже тогда, когда подписи будут собраны. Как узнать, есть ли действующий непрогрессивный коллективный договор на предприятии, существование которого не афишируется администрацией? Такое часто бывает. При этом не выдав всегда раньше времени. Ведь если он есть, то надо собирать подписи за проекты изменений и дополнений в действующий коллективный договор. Если начинать с создания рабочей секции внутри существующей профсоюзной организации, то как объяснить рабочим, для чего вообще-то нужно и каким образом бороться с помощью профсоюзной организации за улучшение условий труда? Ведь руководство профсоюзной организации плевать на рабочих и главная их цель – получение профсоюзных взносов. А если оно узнает о существовании рабочей секции, то непременно начнется давление со стороны работодателя на эту рабочую секцию. И скорее всего она будет уничтожена. А активисты уволены. Что на наших глазах происходило уже не один раз. Или может быть создать свою профсоюзную организацию с нуля. Но это тоже чревато прямой конфронтацией с руководством желтой профсоюзной организации, прикормленной администрацией, а значит и с самой администрацией. Продолжая изучать трудовое законодательство, коллективный договор докеров, историю его возникновения и консультируясь с Ефером Васильевичем Паковым, я постепенно начал осознавать, как можно применить трудовое законодательство таким образом, чтобы решить все задачи по подготовке, выходом на коллективные договоры, переговоры в комплексе. Итак, первое. Трудовое законодательство позволяет использовать в качестве проекта прогрессивного коллективного договора основные положения. В объеме одной страницы. Ту самую, так называемую, выжимку. Так как форма объема содержания проекта коллективного договора нерегламентирована, разве что запрещено, чтобы этот проект содержал положение, ухудшающее положение работников в сравнении с действующим, в сравнении с трудовым кодексом Российской Федерации. Ну что ж, это ограничение нас совершенно не пугает. Второе. Основные положения можно использовать и в качестве проекта изменений и дополнений в действующий коллективный договор. Если требуется, то можно собирать подписи одновременно и за новый проект, и за проект изменений и дополнений. Третье. Выдвигать требования к работодателю имеет право любой представительный орган работников, представляющий интересы более чем половины коллектива предприятия. А это значит, что для выхода на переговоры с работодателем, в принципе, достаточно собрать подписи более половины коллектива. Ведь это будет означать, что работники, собравшие их, представляют интересы большинства. Четвертое. Создать рабочую секцию внутри желтого профсоюза. Это значит убедить некоторое количество рабочих, состоящих в нем, в необходимости борьбы за свои экономические интересы. Убедить их в том, что это реально, законно и относительно безопасно. Разработать план действий и начать действовать, то есть собирать подписи, не раскрываясь в прямых конфликтах с работодателем. Если создавать рабочий профсоюз с нуля, то начать следует с создания инициативного комитета, аналогично созданию рабочей секции желтой профсоюзной организации. Шестое. Инициативный комитет может одновременно являться и рабочей секцией внутри желтой профсоюзной организации. То есть вести работу можно одновременно в двух организациях. Седьмое. В зависимости от развития ситуации возможны варианты того, какой представительный орган будет представлять интересы работников. Бывшая желтая, а теперь перерожденная нормальная рабочая профсоюзная организация или вновь созданный рабочий профсоюз. Или это будет единый представительный орган работников, составленный из двух организаций. Одна рабочая активная, другая уже полужелтая, пассивная. В этом случае можно избежать открытой конфронтации с руководством последней. Именно так было у докеров. Так как успешная борьба за улучшение условий труда возможна только при наличии организованного коллектива, то в любом случае не обойтись без поиска единомышленников. Не менее трех человек для начала. Как их найти? Ведь нужны лучшие из лучших, наиболее толковые рабочие предприятия, готовые выступить к организации, приступить к организации всего коллектива. Ответ оказался прост. Надо распространять основные положения, изложенные на одной странице, и убеждать рабочих в необходимости борьбы за эти положения. Для этого нужно начать с того, чтобы подойти к одному рабочему, дать ему прочитать эту одну страницу, что займет не более двух минут. Объяснить, что для превращения этих основных положений в действующий прогрессивный коллективный договор, нужно собрать подписи не менее чем половины коллектива. Потом ответить на возникшие вопросы и взять у него подпись. Одного, одного рабочего. И так далее. Получили. Но если окажется, что рабочий еще не готов подписать, он будет пойти к следующему. К этому вернуться потом, когда он будет готов. В процессе сбора подписей вы получаете сами подписи, опыт в убеждении рабочих, а также понимание, кто есть кто. Со временем выявятся те самые рабочие, которым целесообразно будут предложить создать инициативный комитет, рабочую секцию. С этими рабочими нужно проводить регулярные собрания, планировать дальнейшую организацию коллектива, организацию борьбы, принимать соответствующие решения и выполнять их. Чем больше подписей вы получите, тем легче пойдет убеждение остальных рабочих, в том числе тех, кто изначально отказывался вставить подпись. Недавно фонд рабочей академии выпустил брошюру под авторством Михаила Васильевича Попова. Наш выбор, как нужно и не нужно жить и бороться за свои интересы. Эта брошюра, по сути, является памяткой инструкции по организации коллективной борьбы рабочих на предприятиях. Она содержит в себе информацию о правильной последовательности действий с точки зрения трудового законодательства и шаблон необходимых документов, которые потребуется составлять в ходе коллективной борьбы. Эту брошюру целесообразно используют для начала обучения инициативной группы. Мне посчастливилось неоднократно присутствовать на собрании профсоюзной активы Ленинградского метростроя. В их коллективе насчитывается более 4000 человек. Рабочие проходчики решили, что пора начать борьбу за улучшение своего труда. Им удалось создать первичную профсоюзную организацию и привлечь в нее значительное количество рабочих метростроя. Но в какой-то момент они осознали, что не понимают, что делать дальше, как организоваться и начать активные действия. Тогда они решили обратиться за помощью, за консультацией в Рабочую партию России и лично к Михаилу Васильевичу Попову. Профсоюзным активом был утвержден проект прогрессивного коллективного договора в виде основных положений на одну страницу, после чего они приступили к сбору подписей. Не успели они набрать и половину от необходимого количества подписей. Как произошел беспрецедентный случай, работодатель повысил тарифную часть заработной платы на 27%. Это очень много. Это говорит о том, что капиталист почувствовал опасность и решил упредить ситуацию. Расположить к себе рабочих, пойдя им навстречу. Надеюсь таким образом затормозить активную борьбу. Активную коллективную борьбу. Что ж, уверен, его замысел не удастся. И рабочие активисты профсоюза Метростроя лишь укрупят свою решимость продолжить сбор подписей. Организуют коллектив и выйдут на коллективные переговоры. В свою очередь это подкрепило мою уверенность и правильности моего решения начать сбор подписей за проект работников прогрессивного коллективного договора моего предприятия. Количество собранных подписей растет. Растет и количество рабочих, готовых к активным действиям. Сегодня, во время специальной военной операции, для победы над американским фашизмом во внешней политике, необходимо производить все большее количество всевозможной качественной продукции, как военного, так и гражданского назначения. Но неэффективность управления промышленными предприятиями, постоянное снижение реального содержания заработной платы, вредные условия труда, сверхурочные и, как следствие, текущих кадров, совершенно не способствуют достижению этой цели. Наоборот, если ситуация на промышленных предприятиях продолжится в том же духе, это поставит под угрозу само существование России, как суверенного государства, а затем неизбежно повлечет за собой катастрофу чудовищных масштабов. Рабочим промышленных предприятий страны необходимо проявить инициативу и использовать сбор подписей за проекты прогрессивных коллективных договоров для организации коллективов предприятий в борьбе за улучшение условий труда, повышение производительности труда и, в конечном счете, успешного решения задач СВО. Я призываю всех сознательных рабочих приступить к активной работе по подготовке наступления рабочего класса в борьбе за выживание отчизны. Доклад закончен. Спасибо. Следующий докладчик по этой теме, товарищ Щилов. Уважаемый товарищ, Щилов Дмитрий Юрьевич, город Ленинград, Абовский завод рабочий. Хотелось несколько слов сказать, что коллективный договор – это нормативный акт, о котором здесь на Российском комитете рабочих постоянно идет речь об этом в коллективном договоре. Почему? Потому что это такой уникальный инструмент борьбы, который предполагает, в отличие от других нормативных актов, двухстороннее взаимодействие. Не только работодатель может, издавая приказы, всевозможные постановления, акты. С одной стороны, директивно. То есть тут у нас есть возможность проявить свою волю, проявить сплоченность, подумать, что мы хотим, что нам нужно для нормальной жизни. И вот эта тропинка, коллективный договор – это как раз именно та дорога, которая нас выведет к нормальной, достойной жизни. И другого инструмента такого не предусмотрено в законодательстве. И это очень важно, мы действуем по закону. Вот и поэтому это необходимо это использовать, так же, как и весь трудовой кодекс. Вот значит этот коллективный договор. Многие этого не понимают, поэтому я еще хочу об этом сказать, что я и сам тоже не знал, пока не приехал на РКС, что есть, что для чего вообще это нужно. Коллективный договор. Ну, думал, это обычная какая-то, значит, инструкция, там что-то, значит, ну вот. И ездя на российском комитете рабочих, я вот все больше начал понимать необходимость борьбы за его реализацию, заключение. В процессе подготовки, да, я написал, значит, коллективный договор. Ну, как написал, я, в принципе, взял там, да, образец, да, прогрессивного коллективного договора. Ну, составил выжимку, да, из него, вот, наиболее интересные и важные, значит, пункты сокращения рабочего дня, значит, о зарплате и улучшении условий труда. Ну, там также еще насчет пенсии тоже был вопрос, значит, ну, поскольку пенсионеры занимают, у нас, ну, составляют большую довольно-таки часть, да, коллектива. Вот, значит, вот такие пункты, да, обязательно туда включил. Вот, и вот эта выжимка, да, вот с этой выжимкой. Ну, в общем-то, я так провел работу. Ну, сначала надо было оглядеться, то есть, осмотреться, значит, посмотреть расстановку, расстановку сил, да, кто, где, кто с кем, да, профсоюз, значение, какое профсоюз имеет вообще, какая его роль, какая его функция, отражает ли он, значит, интересы рабочего класса или нет. Ну, как выяснилось, ну, я эту выжимку и, значит, профоргу давал, значит, и в нашем коллективе. Тоже вел работу, значит, да, ознакомил людей, значит, после того, как, ну, вот, съездил, значит, на комитет, это, я же делегат от коллектива, то есть, не нужно было отчитаться. Вот для чего я ездил, что, что, что там вообще, люди интересуются. Ну, вот, ну, как бы такой поддержки интересно, конечно, вот, то есть, ну, такой сильной поддержки я не ощутил, чтобы прямо, ну, кто-то был готов, вот, бороться, да, за эти, вот, ну, скептически, в общем-то, довольно-таки, ну, хотя идея вот уже шестичасовых рабочего дня, она, как бы, у людей засела, то есть, это, ну, в принципе, такая, ну, очень позитивное, позитивное действие, да, вот, потому что, ну, переработки имеют место, вот, очень много, да, перерабатывают наши, наши работники, вот, и, ну, тоже в процессе выяснения, да, значит, отношения, да, вот, к этим пунктам, ну, выяснилось, что, значит, все-таки переработки, они, как бы, вот, перевешивают, да, но с другой стороны же можно 6-7 часов там, значит, утвердить, да, рабочий день, но перерабатывай, если ты такой, вот, сама, ну, упертый, да, это самое, но уже с другими, на других условиях, вот, также еще в этой борьбе, значит, да, вот в этой, важно было использовать какие-то, значит, проблемы, да, шероховатости, вот, в отношениях с работодателем, вот, использовать, значит, какие, допустим, вот у нас, ну, мы случайно, вот, там, с товарищем, значит, пошли в профсоюз, что-то там мы хотели узнать насчет этой, это самое, материальной помощи, вот, и чисто случайно узнали, что, вот, ну, разговор просто услышали, что это у нас есть, а есть, оказывается, приказ, который, значит, предполагает оплату за сверхуочные переработки в особом, ну, на особых условиях, вот, поскольку был, был, значит, с этим связанный приказ правительства, вот, что для оборонных предприятий, да, существует особое условие труда, вот, ну, переработок, да, то есть, там, значит, говорится о том, что вдвойне оплачивается не только оклад, но и компенсации все связанные, значит, для тех, кто выходит праздничные выходные дни, также идет, значит, оплата вдвойне, сразу с первого часа переработок, не как в законодательстве, там, полуторный коэффициент первые два часа, а, значит, следующие два часа, там сразу, как бы, сразу, сразу идет оплата вдвойне, и компенсация питания, то есть, кто работает больше трех часов сверхурочно, также предусмотрена компенсация питания, 200 рублей, ну, за выход, если более трех часов работаешь, ну, вот, ну, как бы, это такая информация меня зацепила, поскольку это с первого сентября был приказ издан, а уже месяц прошел, как бы, никто вообще ни слуха, ни духа об этом, ничего не слышно, ничего не знаю, ну, ну, я, я взял ночь попросил приказ, стал разговаривать тоже с людьми, ну, потому что это, как будто реально, то есть, то есть, ну, есть приказ, как бы, никто не знает, это, как бы, ну, такая проблема, вот, ну, и стали выяснять, там, с товарищем, короче, в союзе, нам, кто сам объяснил, правком, что, это самое, что, ну, как бы, это для тех, кто 120 часов отработал в год, для тех, значит, это, вот, предусмотрели такой приказ, вот, ну, хотя там в нем ничего не сказано, что, ну, то есть, больше 100 часов вообще нельзя работать, да, сверхурочных, а тут, как бы, можно, но, вот, на особых условиях, вот так, так объяснили, вот, ну, и тоже, как бы, вот, я стал выяснять, как бы, да, там, что, кто, как работает, ну, это сам сверхурочный, как платят, вот, ну, я понял, что не платят, так как вот этот, даже, даже по приказу, поэтому, потому что питание, но никому не оплачивали за эту компенсацию, вот, ну, и, как бы, это то, что, вот, люди сверхурочно работают, это, конечно, очень большая проблема, хотя я, ну, прекрасно понимаю, потому что денег реально не хватает сейчас, вот, стало, вот, ну, сейчас я чувствую тоже вот эту нехватку, как бы, в долги там, это сам залезаешь, ну, вот, это, в общем, как бы, люди, как бы, вот, видят выход в этих переработках, и даже, даже вот, имея на руках этот приказ, да, ну, как бы, спрашиваешь там, ну, а как вот, ты, там, это сам вот же тут написано, там, двойни, там, то-сё, питание, как бы, да, ну, а ты выходишь там, ну, как в обычном режиме, ну, и, как-то, это самое, нету такой вот пока инициативы, чтобы, хотя вопрос, в общем-то, простой, ну, на самом деле, тут не нужно особые, какой-то, ну, там, процедуру каких-то проходить, это просто договориться всем, чтобы, ну, месяц там не выходить хотя бы, ну, вот, ну, у нас там в цеху, вот, ребята, они, я не тоже разговаривал, они говорят, ой, слушай, да, хорошо, что вообще, я там это самое, разрешают, мы уже с твоей 120 отработали, и, короче, и хорошо, что работодатель дает это заработать, ну, как бы, то есть так, чтобы поставить свои условия, как бы, да, коллективно, вот, чтобы добиться, да, ну, достойная оплата, это же государство, ну, дает, как бы, возможность, поскольку идет из ВВЛ, да, там, вот это вот все, это же серьезные вещи, как бы, да, ну, работодатель хочет экономить, ну, и так работаете, в чем платить еще это самое, ну, так, ну, вот, веду я с этим работу, то есть, как бы, ну, вот, надо договориться, я так вот еще думаю, что прежде чем, ну, не прежде чем, то есть, это параллельно нужно, но нужно с этими переработками разобраться, потому что, когда, ну, это самое, видят выход только вот, чтобы работать, даже не, даже не на своих условиях, там, да, не на своих, даже, ну, вот, которые по закону, да, им положено, даже за это, ну, просто организоваться, чтобы, ну, просто не выходить, там, какое-то время, вот, ну, вот, поэтому, это самое, вот это пока такая проблема, но потом еще, конечно, очень важно найти единомышленника в этой борьбе, в этой работе, вот, чтобы ни одному ты ходишь, как бы, это капаешь на мозги всем, вот, но, вот, так, в принципе, и там товарищи, которые, ну, грамотный, тоже такой вот, мы с ним ходили там все, профсоюз, тоже очень важно, когда ты разговариваешь, ну, ему говоришь, да, кто-то еще очень, и тоже там слышит, да, и что-то сразу это самое, но у него интерес появляется, чего вы там говорите, ну, мы, как бы, обсуждаем, вот, значит, коллективный договор, ну, потом тоже непонятно было, как вот мне писать, то есть этот лист, вот этот, да, который, выжимка, да, у нас же есть коллективный договор, свой на предприятии, вот, то есть, брать свой, ну, отдельный свой договор, или, или делать проект изменения, то есть, как ее, ну, вот, потом вот, товарищ тоже, Лазарев, вот, мне подсказал вот эту идею, что самовыжимка, она и может, может быть коллективным договором, то есть, нету, да, проектом коллективного договора, что нету ограничений по, по объему, вот, в принципе, или другой вариант, также, вот, как проект изменения, ну, вот, я, я, так вот, еще не совсем, вот, это, понимаю, как вот, решить писать его, ну, оформлять, как изменения, или как проект, вот, ну, как бы, я, я с ним, ну, то есть, я с ним, так вот, хожу, да, показываю, ну, там, обсуждаем, вот, но, вот, как бы, как это оформить, оформить, еще я не понимаю, вот, юридический, ну, в смысле, начать, то есть, мы же это, серьезное дело делаем, да, то есть, ну, как бы, ну, да, людям под подпись уже давать что-то, ну, когда ты знаешь, уже уверен, да, что это, куда ты, куда ты призываешь, в общем, ну, что еще хочется сказать, вот, важные моменты, коротко, значит, важно общаться с рабочими из других цехов, вот, потому что, хоть завод один у нас, но где-то, вот, опять же, вот, мы там выяснили, что, значит, в других цехах оплачивают, вот, этот приказ, который, о котором я говорил, который, особые условия, там, там, он оплачивается людям, да, ну, тоже за переработки, не просто так, конечно, тем, кто, там, вкалывает, да, это самое, много, вот, но, опять же, тоже мы это, там, у нас это, тоже начали обсуждать, вот, ну, значит, вот, да, то есть, общение с другими коллективами у себя на предприятии, потом, ну, вот, выяснилось тоже, болевые точки, какие у нас отпуска, что у нас не дает летом, как бы, да, всем отдыхать, вот, я туда пункт в этот включил, значит, то, чтобы, если я отпуск, такой пункт, о том, чтобы, если отпуск, значит, не в летнее время, то, чтобы три дня еще дополнительно давали, вот, такой пункт, вот, то есть, вот так вот, значит, потом, вредность у нас сняли, и тоже, это вот, многих волнует, ну, например, я вот отказываюсь от вредной работы, если не предлагают, но не все, как бы, вот, то есть, ну, хочется тоже сказать, что, ну, надо же как-то уважать себя, здесь у нас забрали эту вредность, да, просто из принципа, как бы, ну, почему я должен делать, работаю с ними, ну, у меня, ну, я, во-первых, имею право на это отказаться, да, вот, ну, и опять же, чтобы, чтобы этот вернуть эту вредность, надо проводить, наверное, солод повторно, вот, ну, как-то тоже, я вот тоже включил в эту самую выжимку, это, этот пункт, чтобы у нас признали вредность, то есть, либо повторили этого, солод этот, не знаю, правда, как это, за свой счет, там, ну, смысле, за счет работодателя, наверное, ну, как бы, не мы же будем скидываться, вот, ну, короче, вот, вернуть вредность, ну, вот, также очень важно в этой работе постоянно быть на связи с товарищами по партии, вот, все, тут не буду повторяться, там, газета очень большое имеет значение, газета наша, народная правда, поскольку, так, у меня знают уже, ну, это самое, там, и по газете, и по, ну, то есть, газета работает, реально, ну, и, конечно, быть вконтакте, вот, очень важный момент, что быть вконтакте с более опытными, с более грамотными товарищами, вот, и с наукой, ну, а так, в общем, работа ведется, ну, скорее, сейчас пока такая вот, да, пока подготовительная еще, да, да, подготовительная, ну, хочется уже выйти, как бы, ну, перейти, да, где, к действиям, когда уже, ну, ну, не допустить ошибок, то есть, не возвращаться, ну, как бы, назад, что-то такое вот, чтобы как-то это было грамотно, не поставить никого, спасибо. Позже, просто шла речь про сбор подписей, и мне вот интересует вопросу, просто сам по себе сбор подписей, он не принес, как бы, кассивности рабочих, то есть, ну, как бы, не поставили, вроде подписи, в этот момент я не проговорил, помимо сбора подписей, также нужно собирать предложения самих работников, добиваться от них этого, кто уже поставил подпись, но не сразу, пусть дома подумают, на выходных, в итоге он должен принести, а 4 листа написано, я такое-то, такое-то, предлагаю в коллективный договор, в проект, в коллективный договор, наверное, потому что задача сначала принять основные положения, а потом в дополнение, как это удобно, у них основная часть очень маленькая, остальное, это все приложения, приложения, приложения по разным направлениям, соответственно, вот сколько у вас человек в коллективе, каждый напишет это приложение, у вас тут такая стопка будет, их можно рассортировать по различным, ну, как такое из приложений, да, и вот это относится к этому. И уже на переговорах, во-первых, и сами рабочие в эту работу втягиваются, да, начинают думать, что им нужно, что улучшить, это уже не пассивность. Но я для работодателя это не выглядит, что вот один какой-то там нашелся, что-то тут мутит, я думаю, вот все это, все вообще, здесь коллектив в этом задействован. А, вот этот важный момент. Так что, вопрос, короче. Задели вопрос про дополнение, и был момент задел, то, что есть уже существующий коллективный договор, и им интересен вопрос, насколько часто вообще в смысле нужно либо спросить изменения, либо дополнения, то есть, ну, хорошо, часто, в каком плане, их надо просто вынести и выйти на переговоры. Вот есть действующий, да, коррективный договор, то есть, ну, например, все решили, это же постоянный процесс, игру, приложение, 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 бесконечно. Нет предела совершенства. И это нужно, если не долго продолжаем следующие справки. Здравствуйте. Юниор Николай с Метрострой Северной Столицы. Вот тут Слава говорил уже в своем выступлении про наши достижения, ну, и хотел бы немножечко вас тоже ознакомить с тем, что происходит внутри, как бы, о налаживании нормальных, да, производственных отношений. Значит, характери действия наших социально-трудовых партнеров в лице организации Метрострой Северной Столицы давно требуют правовой и общественной оценки. Хотелось напомнить нашим партнерам, что у нас далеко не армейские порядки и уж тем более не феодальный крепостной строй. Не нужно пытаться склонять нас в эту сторону и выстраивать отношения в этом ключе. Значит, мы находимся в социально-трудовых отношениях, обусловленных правовым, значит, поле трудового кодекса Российской Федерации и Конституции Российской Федерации, которые определяют уровень развития производственных сил, в том числе рабочей силы, то есть нас. Сколько мы зарабатываем, каким социальным условиям и гарантиями мы пользуемся в нашем партнерском сотрудничестве. Хорошо известна политика Метрострой Северной Столицы по сокращению издержек оптимизации, рационализации, производства и эффективный топ-менеджмент, который сидит в кресле, во многом оторван в реальных условиях труда. Жизнь и здоровье рабочего человека многим чужды и непонятны. Требуют глубочайший проверку, а, распределение выделенных средств, извиняюсь, на строительство метро, требуют глубочайшей проверки. До недавнего времени, при взятом отношении к рабочим, было выражено низкой заработной платой, несоответствующей реальным экономическим условиям, в которых действует организация, несовершенная организация труда и тяжелыми условиями труда, в которых люди периодически теряют здоровье, а то и жизни. На сегодня стоимость рабочей силы в регионе составляет около 350 тысяч рублей. Наши социально-трудовые партнеры, в лучшем случае, в среднем, платят немного более 25% от этой стоимости. Но на этом они не ограничиваются, сокращая штат сотрудников, пытаясь накидывать обязанности за отсутствующих сотрудников на наши плечи, вводя поощрение, вроде так, как это самое, сказать, небольшими лаковыми кусочками. При проходческих работах, составлении плана ППР, инженеры техническими работниками зачастую проходят с задним числом, или под конец проходки объекта. Начальники участка не всегда в состоянии посчитать и учесть выполнение видов работ и выходов работ к концу месяца. И зачастую приходится бегать и искать, куда делись, неучетные объемы работы, выполненные за месяц. Много пустое, неоплачиваемой работы. Рабочими организациями Дорострой Северной столицы для защиты своих интересов была создана первичная профсоюзная организация, которая насчитывает около тысячи рабочих предприятий. В текущий момент ведется сбор заявлений о вступлении в профсоюз и подписи за будущий проект коллективного договора, который существенно выражает интересы сотрудничества, сотрудников. Значит, основные положения проекта коллективного договора, Слава, уже озвучил, но хотелось бы еще повторить, который уже готов непосредственно к диалогу с директором, с генеральным директором Миндрастрой Северной столицы. Здесь немного, всего 13 пунктов, но они основные, все эти требования. Первое требование. Принятие работодателем локальных там активных актов, влияющих на экономическое положение работников в прием и увольнение работников, изменение штатной численности, проведение СОО, изменение должностных обязанностей, графика работы, осуществляется по согласованию с представителем профсоюзного органа работников. Второе. Вводится 6-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя без сокращения заработной платы. Третье. Устанавливается минимальная тарифная ставка, должностной оклад не менее 12-кратного мрот в Российской Федерации. Четвертое. Доля постоянной части зарплаты, тариф и связанные с ними выплаты должна быть на уровне не менее 80%. Пятое. Работодатель возмещает ущерб семьям погибших работников при потере кормильца в сумме тысячекратного размера действующего мрот в Российской Федерации. Шестое. Вознаграждение за выслугу лет устанавливается в процентах от месячной зарплаты от 1 года до 3 лет 9%, от 3 до 5 лет 11%, от 5 до 10 лет 13%, от 10 до 15 лет 16%, от 15 до 20 лет 20%, но и от 20 лет 25%. Седьмое. Совмещение профессий только согласно работникам и правкома. За совмещение профессий и должностей доплачивать пропорциональное исполнение обязанностей в пределах оклада, тарифной ставки, совмещаемой профессии. Восьмое. Доплата за работу в вечернюю смену 25%, за работу в ночную смену 50%, от часовой тарифной ставки и должностного оклада за каждый час работы в соответствующей смене. Девятое. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда в размере не менее 3% от суммы эксплуатационных расходов. Десятое. Производить попортальное повышение тарифных ставок и окладов путем увеличения действующих на первое число первого месяца каждого квартала текущего года ставок и окладов на 1,4 часть от прогнозного индекса потребительских цен на год по данным Минэкономразвития Российской Федерации плюс 4%. Одиннадцатое. При завершении строительства объекта выплачиваются пусковые. Двенадцатый. Ежегодная выплата тринадцатой зарплаты. Тринадцатый пункт. При выходе на пенсию выплачивать работникам пособия в размере месячной зарплаты, действующей по профессии на момент увольнения и умноженной на коэффициент. Значит, опять же, от трех до пяти лет семь, от пяти до десяти лет девять, от десяти до пятнадцати лет одиннадцать, от пятнадцати до двадцати лет тринадцать, от двадцати до двадцати пяти лет семнадцать, свыше двадцати пяти лет девятнадцать. Чтобы не быть дешевой рабочей силой, которая так выгодна и нужна нашим партнерам для сокращения издержек и распределения выделенных средств на строительство метро, не по целевому назначению, нужно скинуть себе этот комод, который навешивается теми, кто экономит на наших зарплатах и здоровье. Для этого необходимо вступать в профсоюз, ходить на собрания коллективов, защищать и отстаивать свои интересы по улучшению условий труда и повышению реального содержания зарплаты. На данный момент что у нас происходит? Значит, мы создаем группу 10 человек на обучение трудовых инфекторов, чтобы от нашего профсоюза, независимого, были 10 человек на каждом участке, чтобы они обучались трудовым деятелям. Два человека обучились, допустим, и поставили на их участок. Они как бы вот уже по трудовой инспекции соблюдать все вот эти нарушения, которые сейчас есть на самом деле в шахте. Это инспектора по охране труда. Да, по охране труда. Чтобы они, короче, работали, чтобы были, мы в курсе всех этих событий. Чтобы это было все независимо. Так, ну, на данный момент все. Спасибо. Спасибо. Да, накопилось у меня, что, так сказать, ответить товарищам, дополнить, подразить. Пока слушал докладчиков и выступающих. Смотрите, вот Вячеслав Михайлович знал в себе вопрос, типа, а как лучше продвигать проект коллективного договора, провести много, через действующий профсоюз, либо создавать новый профсоюз. Ну, хотя мы и обсуждали, то есть это так и не получается, что все, что мы сегодня обсуждаем, так или иначе вертится вокруг борьбы рабочих, и все эти вопросы пересекаются. Так вот, ладно, не важно, продолжим. Возможно, варианты как и создания нового профсоюза, так и работы в действующем, я бы добавил, так сказать, аргументов в копилочку выбора в пользу работы в действующем профсоюзе. Смотрите, когда, допустим, мы проводим работу с коллективом, нам необходимо, вот Бобина любит это упоминать, нам уже ресурсы, ресурсы. Классное выражение поддерживать, действительно, нужны ресурсы, как людские, так и организационные, какие-то технические ресурсы. Необходимо проводить агитацию, пропаганду и разговоры. Вещь неотъемлемая вообще, на этом все держится, но какие-то технические информационные моменты, то есть чисто технически завести информацию можно, например, в том числе, используя профсоюзные стенды. У нас в инициативных группах своих стендов на работе развести никто не даст, а у профсоюза в каждом цехе, в каждой комнате отдыха есть свой стенд. И если мы решаем вопрос при помощи профсоюза, то есть действуя как член профсоюза, то никакой правком никогда не скажешь, что нет, ты на наши стенды ничего не вешай. В смысле ничего не вешай? Я хочу, допустим, информацию повешать, кто такие делегаты, ну или там, что такое критивный договор, ну то есть что-то такое, что надо просто массово расширить. Соответственно, на эти стенды получаем разрешение, что-то делается несложно, вкладываем в эти файлики распечатки простые, цветные, какие угодно, ну чтобы привлекали внимание. И это дает еще такой момент, что если мы просто по столам вот ходим, раскидываем эти листочки, тут же бригадиры, подручные начальнику идут, собирают, выбрасывают мусорку. А если он в стенде профсоюзном находится, эта бумажка, то начальник, допустим, хочет убрать, убирает, а ты ему куда-то вмешиваешься в деятельность профсоюза. Тебе донуть не нужна, ты можешь, хочешь за забор или ко мне, со мной работать под краном, например. То есть это серьезный вопрос, вмешательство в деятельность профсоюза. Второй момент, когда мы работаем от имени профсоюза, и на вас-то давление уже фактически является дискриминацией по принципу профсоюзной вашей работы. То есть это тоже нарушение законодательства. Я не говорю, что это надо убывать, и прямо вот все это ваше спасение на все случаи жизни. Но это тоже некий аргумент, некий инструмент защиты. Дело в том, что наша профсоюзная деятельность, право на создание и участие в профсоюзе, оно уже и в Конституции закреплено, и законодательством административным. Все это дело предусмотрено, что я, может быть, ошибаюсь в каких-то моментах, но, насколько помню, вплоть до того, что даже генеральный директор может лишиться должности и с запрещением занимать эту должность, ну, аналогичной должности, еще несколько лет потом. То есть инструмент защиты такой довольно серьезный. Но, понятное дело, что начальники, потому и начальники, что они не самые глупые люди, конечно, они будут своих подручных, типа, иди ты убери, вот из стенда вытащи, типа, тебе-то ничего не будет. С такими тоже надо бороться, и не все рабочие, потому что они рабочие, являются вашими товарищами. Конечно, среди вот этих товарищей есть и стокачей, как я говорю, с которыми надо бороться, есть и вредители, и стрекбрехеры. На них есть управа. Например, нас всех много, допустим, мы на смену вышли 50 человек, там, 30 человек, а он такой один, их там двое, может быть, трое. И ты такой весь молодец, хочешь нам козь не строить, отставить интересы работодателя. Ну так, а у нас у каждого есть возможность на тебя повлиять. Например, мы будем на тебя стучать. Вот тут во всем будем сообщать, что ты там нарушаешь, сам нарушаешь. Ты без зарплаты месяц, два, три, а потом плюнешь, что ты делаешь и просто скажешь, идите нафиг, боритесь сами, как хотите. Я в этом плане не участвую, не буду никому мешать и ничего интереса отстаивать, даже если не хочется помогать нам. То есть с ними тоже можно бороться, и не обязательно никого убить, не обязательно идти на киде преступления. Работа такая, что нарушают все в той или иной мере. Ну почти все. Я знаю людей, которые не нарушают и которых не дают за это работать. Вот, ладно. Далее, по поводу выступления товарища из микроскроя, что я не расслышал имя, если честно. Николай. Николай. Мне вот, я очень бы хотел обратить внимание на такие моменты. Поднимал вопрос заработной платы на уровне стоимости рабочей силы. Объяснял, что стоимость рабочей силы там в порядке 300-50 тысяч рублей дамок подвучало. немногие обращают внимание, немногие задумываются, что это стоимость рабочей силы при нормальной работе. То есть в те моменты, когда условия труда от нормальных отклоняются, а это нормальный, что у нас 8-часовой рабочий день при 5-ти дневке это норма. Ну или там при 6-ти дневке там чуть покороче это норма. Как только мы уходим на сменные графики, как только мы уходим в ночные, вечерние там, во вредном стоиме труда это сверх. Поэтому, когда мы говорим о стоимости работе силы, ориентируемся, что это при нормальной работе. Далее, что касается вот этих компенсаций за переработки, за перевыполнение объема работ, мы тоже агитируем о том, чтобы были доплаты за вот эти вот все отклонения за ночные смены. Не как сейчас у нас там 40%, а чтобы ночная оплачивалась в двойном размере. Не потому, что мы за счет этого хотим получать нормальную зарплату. Нет. А для того, чтобы работодатель был заинтересован эти вредности и ненормальности устранять, чтобы улучшать условия труда. Не хочешь нам платить в данном размере, в пятикратном размере за переработку, не делай нам переработок. Мы будем работать, как работать, получать нормальную зарплату на уровне стоимости рабочей силы. Если ты хочешь, чтобы мы работали во вредных стоях труда, плати нам много. Не стоимость рабочей силы, а две стоимости рабочих сил. Просто для того, чтобы тебе было неповадно, чтобы ты нам улучшал условия труда. Ну, а касаемо многократной мроты за увечья и за смерть, тут даже говорить не о чем. Работодатель должен быть заинтересован, чтобы люди не получали травмы, не галечились и не умирали. А как его принудить? Ну, кроме как экономического воздействия, у нас инструментов нету, поэтому, если хочешь, чтобы мы свою жизнь клали на алтарь твоих финансовых свершений, ну, будь готов этим свершением поделиться. Не хочешь делиться? Обеспечены, пожалуйста, нормальные условия, чтобы мы не страдали из гибли. У меня все. Спасибо вам. Так, товарищи, на сегодня присутствуют здесь 13 делегатов рабочих с решающим голосом. 12 приглашенных делегатов. О, это, приглашенных. Из них 3 научных консультанта, 1 консультант по работе с профсоюзами, 1 представитель РКР по Москве и Московской области, товарищ Шишкарев. И 5 человек, представители средств массовой информации и 2 технических работника. Вот. Представлены сегодня такие предприятия, как ПАО Русал, Братск, ОАО Красный Октябрь, Губ Инпредсервис, ОАО Абуховский завод, ОАО РЖД, ОАО НПП Мера, ОАО Роспан Интернешнл, ОАО Перм Глобал Строй Сервис, ГАО Гор Медтехни, ОАО Метрострой Северной столицы, ОАО Иркутская электросетевая компания, ОАО Иржевский завод пластмасс, ЭПК УРФУ. Это география представлена сегодня такая из всех предприятий из городов Ленинград, Москва, Шелихов, Иркутская область, Малая Вишера, Новгородская область, ПГТ Северный, это Белгородская область, город Пермь, Иркутск, Ижевский, Екатеринбург, Королёв. И такие рабочие профессии, как машинист экструдера, операторы станков ЧПУ, крановщики, электросварщики, электромеханики, электросварщики, электрогазосварщики, монтажники, радиоэлектронные аппаратуры и приборов, электромонтеры, сельсаря по ремонту технологических установок, проходчики четвертого разряда. Ну, статистика говорит, что электрика больше, это вот самая прогрессивная часть рабочего образа. Ну, вот, все, доклад такой. Спасибо, Вашего. Электрификация. Проект Российского комитета рабочих о борьбе за продвижение прогрессивных коллективных договоров. Российский комитет рабочих отмечает, что в ряде рабочих коллективов на крупных предприятиях начата борьба за продвижение проекта прогрессивного коллективного договора. Борьба ведется в соответствии с постановлением Российского комитета рабочих от 20 марта 2021 года о выдвижении требований к работодателю, о принятии проекта коллективного договора, составленного работниками. Российский комитет рабочих констатирует, что для начала борьбы инициативному комитету достаточно иметь в качестве проекта коллективного договора так называемую выжимку, содержащую основные положения, улучшающие положение работников. С этим документом можно начинать собирать подписи в поддержку подготовленного работниками проекта. При сборе подписей необходимо предлагать рабочим принять участие в сборе подписей, спрашивать, готовы ли они участвовать в работе инициативного комитета по продвижению данного проекта, а также собирать предложения в проект коллективного договора. Таким образом, одновременно решаются две задачи. Формирование актива и обеспечение представительства большинства работников. После того, как сформирован актив и удалось заручиться поддержкой более половины работников предприятия, проект коллективного договора может быть выдвинут как требование к работодателю на коллективных переговорах. Как показала практика, сам факт сбора подписей уже может повлиять на решение работодателя, повысить заработанную плату работникам. Российский комитет рабочих не рекомендует останавливаться на достигнутом. Только заключение коллективного договора в интересах работников и постоянный контроль коллектива за его выполнением может обеспечить стабильное улучшение положения работников. Нижний Новгород, 6-11, 23-го года. Предлагаем принять за основу проект постановления. Прошу голосовать то за, то против, то взвязался единогласно. Так, следующая дата Российского комитета рабочих. Как бы, это окончательно, да, у нас дата? Да. Продолжи, ну вот, да. Да, а? Да, она. Придолжена на 16-17 марта 2024 года. Вот, прошу проголосовать тот за то, чтобы дата КР была назначена на 16-17 марта 2024 года. Прошу голосовать кто за, кто против, кто удержался. То есть, единогласно, дата утверждена 16-17 марта 2024 года. Так, там были озвучены, озвучивают вопросы, какие были темы докладов. У нас только два было, там две темы докладов. Первая тема, это, как бы, продолжение, продолжение, вот, третьей темы, которая была на этом РКР, это, вот, борьба за продвижение прогрессивных коллективных договоров, а тут, как бы, продолжение борьбы за коллективные договоры. Что дальше следует за этим, как бы, логически. Это, вот, первая тема. Тоже, борьба. Вторая, да. Вторая, вторая тема была использование СОУ для улучшения условий труда. И третью тему, вот, предложение, да, кто предлагает, что, вносите предложение, пожалуйста. А с места или туда? Да, может, с места. Товарищи, я бы хотел предложить, знаете, какую тему еще на следующий российский комитет рабочих? Смотрите, какая ситуация. Мы же ведем борьбу, так или иначе наша деятельность оказывается экономическое влияние. И некоторые рабочие переживают, типа, ну вот, а что же мы будем бороться? Мы сейчас это предприятие доведем до полного банкротства, и оно закроется, работать будет негде. Это, как бы, такая вводная часть. К чему я все это веду? На самом деле, я не знаю, насколько эти опасения обоснованы, это больше вопрос к нашим консультантам. Но, как выяснилось, как равно, вот, в ходе моего обучения, что есть особые правила банкротства градообразующих предприятий. Но, что более важно, эти правила применяются и к предприятиям, у которых численность более 5000 работников. И дело в том, что, допустим, конкретно наше предприятие, сейчас в нем 2500 работников. Но, почему так? А ровно потому, что у нас на всякие подрядные повыделяли эти, если их обратно все вернуть, будет 5000 с лишним. И в этом плане степень государственной защиты этого предприятия вырастает на порядок. Вот, может быть, следует этот запрос раскрыть, то есть, чтобы в повестке борьбы рабочих было в том числе и обратно включение вот этих подрядчиков в состав компании. То есть, конкретно у нас сейчас наметились тенденции к тому, что некоторые службы возвращаются обратно в состав предприятия. Но не все, недостаточно. Может быть, стоит в этом направлении бороться в том числе? Как вы считаете, уважаемый результат? Да, я думаю, что это очень-то хорошее, мы с вами говорим, что коллективы, которые искусственно уже были распределены. Это очень ослаблило профессиональные работы, потому что теперь надо у каждой организации несколько коллективных договоров. Ну, да, что делать? То есть, обратное движение было бы замечательно, кое-где они наблюдаются. Вот Михаил Анатольевич сидит, он нам лучше расскажет. Как только из аутсорсинга превратилось наоборот. Вернулись они, да? Но тут надо подумать. Нет, мы еще не вернулись, но... А с точки зрения профсоюза, профсоюзы могут что-то здесь сказать? Что-то могут. А если что-то могут сказать, ну, я не знаю, а коллективный договор сообща подвигает, да? Ну, это вот. Если вы видите роль профсоюза здесь, давайте рассматриваем. Если пока мы не видим роль профсоюза, что могут сделать профсоюз? Потребовать? От кого потребуют? Написать не стоящим. Я думаю, что он работает в подсказке. Ну, пойду. То есть, вот, все зависит от того, насколько здесь просматривается роль профсоюза хронизации рабочих хронизации и опыт есть ли такой. Насколько, наверное, опыта еще такого нет. Михаил Анатольевич рад ли это поставить, что снова собрали, да? Нет, ну, нас еще не кончательно собрали, но у нас... А еще не кончательно собрали, но у нас, он вот только перефактно стоит. И вот вы, наверное, перефактно будете стоять. Можно ли бы что-то сделать? Ну, то есть, если сама по себе задача правильная, вопрос в том, можем ли мы на это повлиять? Если можем, тогда есть что обсуждать. Если мы здесь бессильны в этом плане, то что тратить на это время? Правильно? Интересный вопрос подняли. Вот я знаю, что в этом плане мы делали и какой опыт есть. Мы занимались, когда мы делали, когда делили, вот сказали, вот был один, у них был один коллективный гигалок. Потом, бас, пять самостоятельных компаний. Что вот делать? Они там бились, придумывали, как, чтобы вот эти общие требования, как-то спрессировать на каждую компанию. Пока же ситуация, скажем, по авиодиспетчерам. В свое время это было едины. Все 7 тысячи народиспетчеров были едины первичной организацией. У них был один коллективный гигалок. Потом их разбили по отряду. И как это они? А надо сказать, как это было не общие. Они тогда думали, что они утверждают стандартную форму, и эта стандартная форма становится коллективный гигалок. То есть, значит, стандартные требования. Для каждого, каждого отряда. То есть, вот этот опыт там есть. Поступило предложение, то есть, поработать, сформулировать вопрос третьего, как бы, доклада. То есть, у нас есть время до завтра. Завтра обозначается, как бы, продолжение семинаров 9.00.